всем привет прогнозируемо понравилась моя идея с новым проектом было-стало ожившие фотографии много положительных отзывов комментариев лайков поэтому естественно не могу не продолжать данное дело и у нас теперь на очереди вторая часть данного проекта а и и а и и и и и и и и и опять мы начинаем с района железнодорожного вокзала снимок 1938 года и на нем двухэтажный кирпичный краснокирпичный дом скорее всего был уничтожен во время великой отечественной потому что железнодорожную станцию нещадно бомбили как немцы так и наши когда наступали поэтому скорее всего он не сохранился во всяком случае я его не помню на моей памяти его уже не было а а в данное время на этом месте стоит новый девятиэтажный дом Держинского 5А все его шансы в принципе знают там милиция ряд магазинов на первом этаже но раньше примерно вот ну не именно в этом месте но примерно в этом же районе стоял двухэтажный если повернуть камеру с переходного моста вправо то мы видим еще одну фотографию скорее всего послевоенных уже лет наверное 50-60-е годы где-то и привокзальная площадь как она выглядела видим что посередине такой небольшой сквер асфальта я так понимаю нет это скорее всего какая-то брусчатка мелкая в общем то я помню этот сквер еще в детстве он существовал автобусы разворачивались вокруг него ехали по назначению сейчас как мы видим все все очень изменилось даже тот же дом трехэтажный справа который на углу улицы Молокова и Держинского к нему пристроили еще современный торговый центр сама площадь изменила свое транспортное значение тут уже две остановки все в асфальте все в плитке в общем все сворачиваем буквально за угол и на улице Молокова новая локация борец культуры железнодорожников фото судя по плакатам 1957 года хотя уже цветное 40 лет октября плакат висит возможно его расцветили уже потом разукрасили что в общем то сейчас реально сам ДКЖ построен еще до войны по моему в 1929 то есть приближается вековой юбилей данному зданию обратите внимание какие готические башни по краям были весь он был краснокирпичный и впереди не было еще памятника Кирова который стоял в другом месте недалеко потом тоже покажу эту локацию как-нибудь а стоял тут перед зданием памятник Ленину который снесли в годы Великой Отечественной коллаборанты и немцы ну а теперь современный вид этого места как видим здание очень изменилось как внешне так и внутренне естественно там уже много чего сделано внутри всевозможных ремонтов перестановок ну и появился памятник на следующем фото сделанном скорее всего теми же немецко-фашистскими захватчиками одним из них мы видим Покровский собор уже в полу таком заброшенном состоянии это бывший костел опеки Божией Матери при монастыре Безелян был католическим потом его сделали православным уже во времена Российской империи и обратите внимание возле самого собора куча военной техники грузовики немецкие это территория еврейского гетто проходила от нынешнего рынка примерно до туда до Красного берега до территории завода Красный Борец и об этом у меня есть в принципе отдельное видео по еврейскому гетто и по еврейскому кладбищу по истории кому интересно гляньте ну а в данное время к сожалению ракурс повторить точный не получается потому что очень разрослась зелень деревья мешают данному процессу поэтому вот снял как получилось вот на месте милиции современной стоял сам собор и поэтому теперь восстановить его практически нереально потому что на фундаменте собора стоит ИВС изолятор временного содержания ну и сохранилось сзади двухэтажное здание монастыря оно законсервировано но к сожалению сам собор установить нереально потому что придется сносить часть милиции ну и с этого же высокого холма правого берега Аршицы скорее всего тем же немцам сделано еще одно фото немножко левее современной улицы мира на территорию Красного Борца завода Красный Борец вот там небольшие одноэтажные корпуса это в общем-то уже завод потому что завод уже существовал но он конечно не такой был огромный как сейчас не такой влиятельный для города но был обратите внимание также что улица Энгельса бывшая городецкая вернее городнянская проходит под улицей современной мира и до сих пор в общем-то остается такая планировка на заднем плане мы видим в центре кадра белое здание второй школы о котором немножко подробнее расскажу в этом выпуске ну и видим какая какой ландшафт пустынный во время войны город был практически весь уничтожен за исключением некоторых зданий в которых в общем-то квартировались фашисты или они были ну довольно-таки прочны и им повезло больше и они не разрушились а теперь опять же деревья мешают повторить тот же ракурс поэтому вот все что смог снял на данный момент можно было конечно снять ракурс с девятиэтажного дома но к сожалению у меня в этом данном доме никого таких уже знакомых нет что вы пустили или на крышу или в квартиру поэтому представление вы получили где это находилось переносимся в начало двадцатого века и на ваших экранах фото улицы Петербургской и городской управы сверху вы видите пожарную каланчу чуть правее начинается одноэтажная застройка и в кадр не попал одноэтажный дом который единственный сохранился всех времен и которым сейчас краеведческий музей в современном исполнении это место практически неузнаваемо во-первых изменилась сама трасса улицы теперешняя Ленина ну и естественно все вот эти здания они к сожалению не дошли до наших дней еще одно фото примерно того же периода и того же района дом врача Ривкина был такой врач ворши принимал естественно на дому как и большинство врачей того времени позже дом у него экспроприировали как и в принципе тоже обычная история для того периода советской эпохи до войны еще пристроили одноэтажный пристроечек небольшой а после уже присобачали и пристроек побольше в два этажа тут находилась детская музыкальная школа ну а в данный момент здесь различные социальные службы типа собеса пенсионного фонда и прочее такие организации находятся вид на этот же район с противоположного берега реки Аршица сделанный скорее всего тоже одним из оккупантов во время Великой Отечественной и мы тоже там видим в центре кадра дом Ривкина справа здание типографии виднеется ну и посередине еще там в центре композиции краснокирпичное здание мельницы сейчас там этнографический музей малын если присмотреться видим кучу народу там стихийный рынок к мельнице видно люди приезжали за хлебом возможно она функционировала и во время войны на переднем плане разрушенные дома печки что осталось от домов но в современном исполнении вид в общем то тоже узнаваемый но уже современный сама Аршица и окружающее здание более имеют что ли благородный вид ну хотя ракурс не совсем такой точный точный но максимально приближенный уже послевоенное фото улицы Островского и средней школы номер 2 здания в центре кадра долгое время там находилась школа но позже это превратилось в комбинат в УПК учебно-производственный комбинат где школьников обучали различным там профессиям которые в будущем могли уже стать основными там токарями слесарями теми же водителями вот сейчас все это выглядит вот так уже не столь пустынно как после войны застройка стала более плотной сзади этого здания двухэтажного пристроили огромное здание современного УПК хотя оно уже не УПК там куча различных организаций включая вечернюю школу хотели здесь сделать когда-то в планах университет Аршанский но сейчас планы поменялись и вроде бы хотят его сделать между Оршей и Баранью хотя я тоже не верю и еще одно фото пятидесятых скорее всего годов максимум шестидесятых это улица первого мая и дом культуры силикатного завода прошло сорок лет с тех пор как я будучи школьником смотрел в данном заведении неуловимых мстителей сейчас здесь находится фитнес клуб и квартируется одна из служб такси города само здание в общем-то не сильно изменилось но естественно изменился окружающий ландшафт город растет город строится развивается и ничего не стоит на месте у тормоз до 5 до до Продолжение следует...